В Первомайском районе перебоев подачи электричества не будет. На техническое обновление энергоблока приехал посмотреть мэр города. Также Анатолий Локоть проверил, как благоустраивают дворы и посетил стройплощадку новой школы на улице Адаевского. По планам учебное заведение должно открыть к началу 2018 года, но возможно завершить стройку удастся раньше. О переменах в районе Александр Вяткин. Да будет свет! Жители микрорайонов Березовая и КСМ без электричества теперь не останутся. Прежде здесь не было альтернативной линии на случай аварии. Сейчас, если на местной станции произойдет сбой, то дома переподключат, причем автоматически. Алгоритм такой, что по каким-то причинам, если станция останавливается, то происходит автоматическое переключение на сети РС и тем самым обеспечивается бесперебойное электростанжение потребителей. Местные жители без электричества раньше оставались регулярно. Вместе с напряжением исчезала вода в трубах и остывали батареи. Насосы не работали. Решить проблему удалось только после вмешательства мэра. Были уже переключения, были уже здесь моменты. Автоматика показала себя хорошо. Никто не заметил этого переключения на резервные источники питания. А не заметил никто, потому что это переключение длится всего 0,2 секунды. Использовать подобные локальные станции более эффективно позволит новый законопроект. А это, в свою очередь, может привести к удешевлению электричества. Очень большие сложности в подключении к общим сетям электрическим. Мы сейчас практически подготовили законопроект, который облегчает доступ к сетям. Мало того, что он позволяет осуществлять перетоки от автономных источников в общие сети. Поскольку летом жители этого микрорайона электричество тратят меньше, то оставшиеся напряжения можно будет распределить по региональным сетям соседние районы. Вслед за решением энергетической проблемы взялись и за решение школьного вопроса. Микрорайон новый. Здесь живет много семей с детьми. Школу возводят прямо в центре микрорайона, рядом с детским садом. Сейчас детям из этих домов, чтобы получить знания, приходится ежедневно проезжать по несколько километров. Но уже в начале 2018 года школьники ходить на уроки будут сюда. Сегодня строители пообещали мэру работать быстрее и сдать школу уже к сентябрю следующего года. Во время летних каникул будет проще набрать новую команду педагогов. Александр Вяткин, Олег Крылевец. Новосибирские новости.